Мы обычно знаем очень немного о Хазарии из энциклопедии, из школьных учебников, но достаточно в школьной программе уделено этой стране, этому периоду мало места. Я напомню вам, что Хазария – это чисто такие энциклопедические данные. Хазария – феодальное государство, которое существовало с 7 по 10 век, глава государства Каган. Хазария включала следующие территории – Северный Кавказ, территорию около Азовского моря, часть Крыма и степи вверх по реке Днепр. Это была очень большая империя. Хазарский Каганат. Что это было за государство? В чем была сущность политики? Олег Платонов пишет. Хазарский Каганат превратился в военно-разбойничье и торгово-паразитическое государство, занимавшееся сбором грабительских даней, посреднической торговли, сбором пошлип с купцом, больше напоминающим современный рэкет. Какие параллели? Вот Платонов упоминает это слово новое – рэкет. То есть вот это рэкет. И тут следующая цитата – это об истории. А вот следующая цитата. Будет сейчас, я вас познакомлю с ней. Действия глобальной элиты вот сейчас по установлению нового мирового порядка совпадают с характеристикой политики правителей Хазарского Каганата. Абсолютная параллель. То же самое, что творила Хазария, сейчас творит глобальная элита. Современный политолог Макко пишет, что война с террором – это рэкет. Вот Хазария занималась рэкетом. И он пишет, что война с террором – это рэкет. Агрессором является мировая финансовая элита. Ее цель – создание мирового полицейского государства, которое называется «Новый мировой порядок». А вот о Хазарах. Война у Хазар превратилась в их образ жизни, стала повседневным, непрерывным их основным занятием. А вот о современности. Из той же книги множество. Цитата. «Война стала формой правления, генеральной матрицей для всех отношений власти и методов доминирования. Война сейчас первый и главный элемент, фундамент политики». Смотрите, как все совпадает. Ищи будущее в прошлом. Русь оказалась самым могучим и последовательным врагом Хазарского каганата. Освободительная война восточных славян против Хазарского каганата, которая длилась полтора столетия, полтора века, была завершена походом к князю Святослава, сына святой равноапостольной книги Ни Ольги. Хазария была уничтожена князем Святославом Игоревичем в 964-965 годах. Это был потрясающе продуманный в военном отношении поход. Это была такая демонстрация силы и мощи русского оружия. И мы победили. Несмотря на то, что Хазария была очень серьезным противником, которого боялись все. И так Хазария пала, она была уничтожена. А что же произошло потом? Что произошло после Хазарии? Куда делись Хазары? И вот мы сейчас проследим их судьбу. И мы начнем с хазарских тайн. Почему мы так мало знаем о Хазарии? Почему? Когда мы учились в школе, нам так мало об этом говорили. Этот же вопрос... А этот вопрос задает и Бенджамин Фридман. Он пишет, какая тайная мистическая сила смогла на протяжении многих поколений исключить историю Хазар и Хазарского каганата из учебников истории и школьных курсов истории по всему миру. По всему миру. Об этом не говорит только не у нас, но и по всему миру. Мы попытаемся разобраться в этих хазарских тайнах. И еще цитата из Панарина. Со времен появления великих мировых религий мировая история включает мистическую составляющую в качестве скрытой пружины и вектора. Вот это мистическая составляющая, религиозная составляющая истории, она как обычно остается за бортом таких вот популярных, ориентированных на широкого читателя книг. Мы попробуем обратиться к ней, коротко очень. После Хазарии и во время существования этого государства сформировались три химеры. Это этническая химера, политическая химера и религиозная химера. Этническая химера, мы сейчас посмотрим, что это такое. Политическая химера это государственная химера. Хазария была химерой. Это соединение несоединимого. Вот что такое химера. Общая характеристика ее дает Гумилев. Что такое химера? Химера это общность деэтнизированных, то есть утративших свою этничность, этническую идентичность, выпавших из этносов людей. Она живет энергией распада этнического, государственного, социального и духовного. И это патология. Химера и это патология. И это отклонение от нормы. И она, соответственно, живет ненормальными источниками существования. Энергии распада. В свое время Артур Кеслер написал такую книгу «Триннадцатое колено». И он написал об этой этнической химере. Этническая химера это термин Гумилева. Но я использую его здесь, потому что это очень хорошо подходит для описания того, о чем повествует Артур Кеслер. Итак, что произошло? Хазары смешались, хазары, которые населяли район Кавказа, Северного Кавказа, смешались с иудеями, которые туда прибыли, спасаясь бегством от гонений и от плена. И таким образом сформировалось вот это соединение и не соединение. Два этноса соединились и перемешались. И утратили свою идентичность, национальную, этническую идентичность. Хазары свою, а иудеи свою. И автор Кеслер в своей книге «Тринадцатое колено» пишет, что 12 еврейских колен дополнились еще одним, хазарским, которые этнически не связаны с евреями-семитами. Они утратили связь со своей национальной идентичностью. Вот что пишет Кеслер. Он, кстати, сам еврей, и он очень тщательно изучал эту проблему. Кеслер доказывает, что современное еврейское население имеет хазарское происхождение. Их предки, пишет он, прибыли не с Иордана, а с Волки, не из Ханаана, а с Кавказа. И вот и сейчас они претендовали на землю Израиля, на землю Палестины. И в этом как раз заключается одна из хазарских тайн. Потому что они не их предки не были родом из Палестины, в территории древнего Израиля. Их предки были родом с Кавказа. Это этническая химера. Возникла и политическая химера. И об этом тоже пишет Гумилёв. Он говорит о государстве химере. Он говорит, это псевдогосударственное образование, в котором, цитата, на теле одного народа сидит голова состоящая из представителей другого народа. И действительно, евреи, иудеи, которые прибыли в Хазарию, они постепенно заняли главенствующие места в руководстве Хазари. И образовалась таким образом ситуация, когда большинством народа правит прослойка правителей, которая не связана с этим народом. И возникает принцип герархии. Что такое герархия? Это двоевластие. Вот мы говорим, что во главе хазарского Каганата был Каган. Но после того, как туда прибыли евреи, спасаясь от гонений, появился еще и царь Бек, который был обязательно иудеем, исповедовал иудаизм. И в конечном итоге он определял политику Хазари. не Каган, а царь Бек. И в финальных таких уже стадиях развития или распада даже Хазарии, можно так лучше сказать, именно царь Бек осуществлял главную, ему принадлежала вся полнота власти, он осуществлял власть. и вот это принцип гирархии, когда есть политические руководители, формальная такая фигура, и есть вот этот царь Бек, который осуществляет на самом деле руководство страной. И вот это тоже принцип такой гирархии двоевластия, который характерен для Химеры. И потом Хазары воспроизводили этот принцип, оказавшись на других территориях. Включая, кстати, территорию Палестины, территорию Израиля, когда получается так, палестинский народ, который там жил веками, вдруг оказался под властью прослойки, который не имеет никакого отношения к этому народу, который не имеет никакого отношения к ветхозаветным евреям, семитам. Теперь поговорим о религиозной Химере. Я сказала, что Хазары в начале в начале восьмого века приняли иудаизм. У них был перерыв там небольшой, когда их халиф Марван в общем заставил принять ислам во время нашествия своего. Но потом они опять, после того, как Марван отвел свои войска, они опять вернулись к иудаизму. Но большая часть народа была все-таки привержена либо православию, либо исламу. И тогда в Хазарии произошла война. Тогда представитель другой, когда они узнали о том, что правящая элита вернулась опять к иудаизму, опять приняла иудаизм. Произошло восстание, которое было очень жестоко подавлено. Таким образом, иудаизм в общем-то утвердился в Хазарии как религия. И именно он был государственной религией хазарского каганата. Но кто был духовным руководителем в Хазарии? Мы говорим вот о 12 коленах. А тут Кехлер пишет о 13 колене, о Хазарском колене. И вот мы обращаемся к писаниям, к апостольским писаниям. И если вы помните, апостол пишет, что в предконечные времена спасутся все 12 колен Израилевых. Только их к тому времени останется 144 тысяч. И при этом он именует все колена, но не именует колена Данова. Он не упоминает колена Данова среди тех, кто спасется в предконечные времена. Что же это за колена Данова? Из пророчеств мы знаем, что из колена Данова придет Антихрист. Это колено будет средоточием такого зла, что именно оно приведет к существованию и к власти Антихриста. Так вот именно колена Данова осуществляла духовное руководство в Хазарском Каганале.